Мы жильцы дома Горького, 53. У нас безобразное состояние во дворе, потому что приезжала теплоэнерго, копала, якобы ремонт трубы был, все перерыли, вода затекает в люк, где они ремонтировали, соответственно, все задвижки опять заклинят, к зиме они не будут работать. Вся вода у нас затекает в подъезд, мы с подъезда выйти не можем, потому что там болото, вся вода течет, и состояние двора из-за этого ни в какие рамки не входит. А давно у вас так? Сколько времени? Уже третий месяц, три месяца. Три месяца, да? С мая месяца. Как перекопали, все так. Нет, даже с апреля, отключение еще не проходило, вот на момент, когда отключения не было, это значит, отключение было 15 апреля, вот с апреля месяца вот в таком состоянии. Понятное дело, что они перерыли, земля была рыхлая, дожди прошли, оно все осело, ни машина подъехать не может, потому что вот следы видно, что она просто тонет напросто. И все остальное, все вот бросили. Всегда полный лук воды. Вот можно посмотреть даже люк, который к ним относится, еще земля не просохла, вчера небольшой дождик был, соответственно, его открыть невозможно, а если откроешь, там полно будет воды. Сверхом вода. А обращались куда-нибудь? Егор же обращался. Теплой лентой обращались. Что они сказали? Не знаю, не могу сказать, это сосед обращался. Это соседний пацан обращался, не знаю, обещали, говорит, не знаю. То есть они что должны сделать? Они должны привезти в надлежащее, наверное, состояние. Почему соседний дом жаловался, что у них отопления нет, перерыли у нас, те с асфальтом, мы с перекопанной траншеей. Понятно. Земля мягкая была, осадку сделала, и все заливается подъезд. Подъезд даже можно пройти, видно, что он не просох. Вот если вы пройдете, подъезд прекрасно видно. У нас по третью ступеньку вода стоит, посмотрите. Это вчера маленький дождь был. Видите, все мокрое, оно не просыхает. Лето на дворе, а что зимой? А полная вода, мы не можем зайти туда. Когда дождь идет, все заливает. Весь вода сюда, с рынка заливает сюда, потому что уже осадку сделают. Ясно, ясно, спасибо.